Это ледовая переправа работает не первый год и всегда пользуется популярностью. И не зря она позволяет добраться в Верхнеуслонский, Буинский и Опастовский районы за короткий промежуток времени. Толщина льда на разных участках реки разная, поэтому замеры делаются ежедневно через каждые 50 метров по всей длине переправы. Сегодня готовность переправы оценили госинспекторы по маломерным судам. Длина переправы 3 километра 200 метров. Толщина льда на всем пути не может быть меньше 25 сантиметров. Делаются замеры чистого льда, мутного, ну естественно и снегового. Эти замеры все заносятся в журнал, который проверяется сотрудниками ГИМС. На переправе существуют спасательные средства, как конец Александрова, багор, значит это аварийный материал. Безопасность на высшем уровне. Гарантия от организаторов переправы. Тем временем МЧС напоминает о правилах поведения на таких местах. Основные из них это естественно соблюдение установленной скорости движения не более 20 километров в час. Обязательные условия. Второе условие это соблюдение дистанции не менее 50 метров. И третье условие это необходимо, нельзя на ледовой переправе ни в коем случае останавливаться. Нельзя совершать обгоны. Следующее условие это необходимо отстегнуть ремень безопасности и держать дверцы в открытом состоянии. Перебраться по Волге в обе стороны можно сегодня с часу дня. Главное условие автомобиль не должен весить больше двух тонн. Аллы Рыкова, Александр Вольнов, ТНВ, Казань.